Друзья, вы посмотрите, насколько это красивое, ароматное и потрясающее блюдо под названием Чикмирули. Это грузинское блюдо, это курица, приготовленная в чесночно-сливочном соусе. Всем привет! Это канал Ранчо Санчо. Наконец-то наступила хорошая весенняя теплая погода, сошел снег, и я теперь снова буду готовить в своем любимом казане. Потому что в казане блюда получаются гораздо вкуснее, приготовленные с душой. Сегодня будет грузинское блюдо. Я очень люблю грузинскую кухню, поэтому блюдо называться будет Чикмирули. Это курица, приготовленная в чесночно-сливочном соусе. Погнали! Я вам расскажу, что мне для этого понадобится. Друзья, Чикмирули готовится из цыплят. Если нет возможности, берите курицу. Хуже не будет. Ну а так как жена у меня любит бедрышки, я еще взял отдельно подложку бедрышек. Нам пригодится обязательно кинза. Кинза, она во всех блюдах грузинской кухни всегда присутствует. И это придает приятный аромат блюдам. Будет много чеснока, немного сливочного масла и специй. Конечно же, это хмеля-сунели. Соль, перец будет молотый, сливки 20-процентные. Немного разбавим молоком. Ну и, конечно же, немного это все поджарим на подсолнечном масле. Первым делом мы начинаем нарезать курицу. Курица разрезается кто как делает. Либо на много мелких кусков, но по идее разрезается всегда на 4 части. Давайте первым делом удалим все шкурки, которые нам не понадобятся. За дочек вот этот гуск тоже отрежем. Все жирки срезаем. И разрезаем пополам, по хребту. Точнее, со стороны грудки. И здесь делим еще на две половинки. Вот она будет первая часть. Посмотрите, чтобы не было лишних костей. Лишние пленочки тоже можете все срезать. Ну, что вам, в принципе, не нравится. Все это можете удалять и срезать. У грудки можете срезать хребет. Потому что есть в нем все равно нечего. И он нам, в принципе, не пригодится. Крылочки я рекомендую отрезать. Я объясню, зачем я это делаю. Потому что должно более быть плоской. Можно вообще курицу кто-то отбивает. Но вообще, курица должна быть максимально плоской, чтобы это все хорошо прожарилось. Теперь все это складываем равномерно. Вторую. Теперь все это хорошо перчим с двух сторон. Можно сказать так. Замаринуем курицу. И с бедрами я повторяю то же самое. И все. Немного поливаю это маслом. И хорошо это растирайте. Разожгли огонь. И отправляем сюда кусочек сливочного масла. Чтобы не сильно это все пригорало, немного нальем подсолнечного. Совсем чуть-чуть, потому что курица у нас уже в подсолнечном масле. И отправляем это все на кожицу. Стороны кожицы первым делом мы будем ее обжаривать. Обжариваем партиями, так как надо хорошо прожарить со всех сторон. До золотистой корочки будем обжаривать курицу. О, друзья, посмотрите, какая аппетитная уже корочка образовывается. Минут по 8 на сильном огне обжариваем. Теперь я буду подготавливать соус, в котором будет готовиться вообще чикмирули. Без этого соуса, конечно же, это не чикмирули. Если лишние стебли какие-то остались, ничего страшного. Кинзу можете перемешать, приготовить это вместе с петрушкой. Но должно преобладать, конечно же, больше кинзы. Отправляем это все в глубокую тару. Приятная сливочная курица с чесночным ароматом. Берем чеснок, раздавливаем. Так сильнее отдаст аромат. И мелкой измельчаем. Измельчаем. Чеснок отправляем все в кинзе. Смотрите, насколько хорошо обжарена курица. Первая партия обжарена. И теперь пошла вторая партия. Теперь добавляем сюда хмели-сунели. Обязательно. Добавим сюда немного черного молотого перца. И заливаем это все 20% сливками. Здесь 200 мл. И это все разбавляем. Приблизительно 300-400 мл молока. И теперь хорошо это. Этот вот сливочный, пряный, чесночный соус. Мы хорошо перемешиваем. Чтоб просто специи разошлись. Друзья, совсем забыл сказать, что такое блюдо, как чикмирули, с легкостью можно приготовить точно так же дома. На сковороде вы обжариваете курицу до золотистой корочки. А потом в духовке ее запекаете уже вот с таким потрясающим соусом. Поэтому, пожалуйста, готовьте вместе с нами. Друзья, вторая партия обжарилась. Теперь отправляем всю курицу сюда же. Я немного все еще это посолю. Аккуратно здесь это все перемешиваем. Равномерно распределяем и заливаем это все сливочным, чесночным соусом. Друзья, запах чеснока уже пошел. Теперь убавляем огонь. И будем это все тушить на малом огне до готовности. Красота! Смотрите, неописуемая просто. Запах обалденный. Друзья, блюдо у нас готовилось. Полчаса томилось. Так как курица, в принципе, готовится быстро. Давайте возьмем кусочек курочки. Наливаем сюда вот этого необыкновенно вкусного соуса чесночного. И бежим это все пробовать. Обязательно возьмите вот такой вот лаваш. И это самый смак попробовать сливочный, чесночный соус. Ребят, это обалдение. Очень вкусно. Курица вся приготовлена. Обязательно тоже помакайте в этот прекрасный соус. Курица получилась настолько нежная, что она просто тает во рту. Друзья, это одно из, я не знаю, самых теперь моих любимых блюд. Обалдение. Друзья, готовьте вместе с нами такие же прекрасные блюда. Не готовили чикмирули. Обязательно к приготовлению. Я советую. Пишите нам комментарии, ставьте нам лайки. А я с вами попрощаюсь. Пока-пока. Это что-то с чем-то. Такого я точно не пробовал. Субтитры сделал DimaTorzok